В первом полугодии 2013 года металлургический комбинат «Запорожсталь» почти на 6,5% сократил энергоемкость произведенной металлопродукции. Это стало возможным благодаря внедрению на предприятие комплекса мер по энергосбережению. Кроме того, совместно с региональной властью комбинат возобновляет проект по передаче собственной тепловой энергии для двух районов Запорожья. Такое заявление сегодня во время открытого рабочего совещания сделал генеральный директор «Запорожстали» Ростислав Шурма. На комбинате «Запорожсталь» действует программа группы «Метинвест», направленная на развитие энергосберегающих проектов и внедрение тотального контроля расхода сырья и энергоресурсов на всех уровнях производства. Благодаря этому в первом полугодии текущего года комбинат почти на 6,5% сократил энергоемкость произведенной металлопродукции. В первое полугодие 2012 года и первое полугодие 2013 года нам удалось снизить энергоемкость на 6,5%. Это с 23,5 гигаджоулей до 21,7 гигаджоулей. Теперь, если говорить конкретно по всем нашим энергоресурсам, то основной упор мы, конечно, делаем на природный газ, который не только позволяет большие деньги нам металлургам экономить, является стратегическим сырьем для государства и для региона. Поскольку каждый куб природного газа сэкономливает не только вклад в нашу копилку, это улучшение энергобаланса всей нашей страны. Высокие показатели энергоэффективности запорожских металлургов были отмечены и на уровне региональной власти. По словам заместителя председателя облгосадминистрации Петра Гончарука, работа, проводимая на Запорожьстале, позволяет региону выглядеть достойно на всеукраинском уровне. У нас экономия потребления электронерии составила 17,5%. Это в целом по области. И опять же хочу отметить металлургу, потому что этот процент составил практически 18%. Поэтому видно, что как раз в этой отрасли сегодня у нас внедряются достаточно серьезные проекты, которые снижают потребление энергоресурсов. Для нас это очень важно и хотелось бы пожелать, чтобы, конечно же, на этой работе не останавливались, потому что она важна в целом для области, для всего региона и, наверное, в целом для экономики нашего государства. На предприятии реализуются масштабные инвестиционные программы, направленные как на повышение энергоэффективности производства, так и на обучение сотрудников. Среди работников предприятия проводится специальный конкурс. По его итогам уже во втором квартале текущего года работниками было выдвинуто 9 предложений по энергосбережению, экономический эффект от реализации которых для комбината составляет порядка 2 миллионов гривен в месяц. Для комбината «Запорожсталь» энергосбережение является одним из ключевых факторов нашей эффективности, а также, скажу так, залогом нашей успешной производственной, хозяйственной, финансовой деятельности. Кроме того, совместно с региональной властью комбинат возобновляет остановленный около пяти лет назад проект по передаче собственной тепловой энергии для двух районов Запорожья. В среднем в месяц будет передаваться около 10 тысяч гигакалорий тепла. Сегодня мы сели, посмотрели, и мы отдаем это тепло, в принципе, по себестоимости. Но самое важное, что мы делаем хорошую вещь для региона, поскольку благодаря этой программе регион каждый месяц экономит около миллиона кубических метров природного газа. Для населения тарифы остались неизменными, это очень важно. И нету предпосылок для повышения, это еще не менее важно. И все-таки теплосель сработала с положительным балансом порядка 217 тысяч гривен. То есть, на лицо факт рациональности, лицеобразности проекта по трем, по четырем направлениям. Это очень важно. Поэтому я вас благодарю за эту работу. И, используя трибуну, предлагаю всем предприятиям включиться в такие проекты, потому что они, безусловно, принесут пользу для развития Запорожской области. Буквально 5-6 рублей шифер.